Всем привет! Приглашаю вас прогуляться по Фикс Прайс, обсудить новиночки, цены и прочее. Кого-то, может быть, наши предостережения уберегут от ненужной покупки. Новые подносы от О'Китчен размером 39 на 27 сантиметров. Рисунки на подносах разные, есть различные тематики. Производитель этих подносов Китай, состав полипропилен. По-моему, в Фикс Прайс еще не привозили подносы с резным краем. Смотрятся они вполне себе ничего. Достаточно глубокие и ручка удобная. Рисунки, как я сказала, уже есть различные. И лимоны, и гранаты, и вот даже есть цветы. Новые стеклянные контейнеры для еды от О'Китчен. Объемом 380 и 340 миллилитров. Поменьше те, которые имеют круглую форму. Сам контейнер выполнен из стекла. Крышка пластик. Защелкивается плотно. Производитель этих контейнеров Китай. Состав стекло полипропилен. Стекло на контейнерах толстое, поэтому они не будут очень хрупкими. Очаровательные детские цветшоты производства Кыргызстан и такого же качества пижамы. Все вещи из стопроцентного хлопка. На цветшотах наклейка «На всех одна» «Супермама», на которой изображена мама с двумя дочками. На пижамах рисунки различные, но все они очень симпатичные, очень забавные, мультяшные герои. Стоимость цветшотов 199 рублей. И сделаны они как будто такие, знаете, из баечки. Очень классные. Мне прям понравились. Новые контейнеры Mybox объемом 1,6 литров. Произведены в России. Боксы прозрачные. Крышка защелкивается ручками. Имеется ручка на крышке для переноса контейнера. Состав контейнеров полиэтилен. Еще раз повторю вам, что они очень-очень маленькие. Меньше раскрытой ладони. «Фикс прайс» детям уже готов и к лету, и к весне. Привезли и просто совочки, и наборы. Пасочки, совки, ведерки. Пасочки, кстати, в этот раз очень симпатичные. Вот я сейчас вытряхну слоника, посмотрите. Даже не надо догадываться, что это слоник. Очень интересные наборчики. Так что, у кого есть детки, спешите в «Фикс прайс». Смотрите, какое мне попалось на глаза средство для мытья посуды, фруктов и овощей. На 98% состоящие из натуральных ингредиентов. Объем 450 мл производится под контролем компании из Италии. Пишите в комментариях, как вам этот гель понравился или нет. После длительного перерыва в продаже появились снова компьютерные мышки, проводные и оптические. Мышка имеет провод длиной 120 см, удобную форму, рифленое колесо прокрутки и плавное движение курсора. Все мышки в продаже черного цвета, дизайн их напоминает игровые. Произведены мышки в Китае. Подробная инструкция по применению на обратной стороне упаковки. Еще одна новинка в «Фикс прайс» интересная – это светильник с пультом. Стоит он 249 рублей, производитель Китай. Для того, чтобы работал этот комплект, понадобится 5 мизинчиковых батареек, которые нужно докупать отдельно. Сразу скажу, что светильник очень яркий, все работает, но проверять желательно, конечно, в магазине, чтобы не бегать туда-сюда, потому что первый комплект, который мы взяли, пульт был нерабочий. Подробную распаковочку и обзор этого светильника вы можете увидеть у меня на канале в предыдущих видео. В целом светильник очень неплохой. Мы его взяли для того, чтобы сделать освещение на балконе. И это очень удобно, когда светильник сверху, а пульт в руках. Новые светильники от фирмы «Флекс» работают от трех мизинчиковых батареек, которые не входят в комплект. Световой поток светильников 25 люминов. Состав сталь, ПВХ, полипропилен, медь. Произведены светильники в Китае. В продажу поступили в белом и черном цветах. Светильник представляет из себя металлический четырехгранник. Высотой около 20 сантиметров. Отсек с батарейками и включатель находится внизу этого короба. На стенках выдавлен рисунок методом штамповки. На белых рисунках райская птичка с деревом или с цветком. На черных какие-то загадочные лепестки. Внутри светильника находится светодиодная лента, которая собственно и является источником света. Изначально лента свернута в небольшой такой моточек. Но я думаю, что ее можно расправить. И свет, чтобы распространялся по всему светильнику. Ну а эти новиночки, мне кажется, не оставят равнодушными ни любителей статуэток, ни поклонников единорога, ни любителей лам. Настолько они милые и очаровательные. Эти фигурки из доломита. Производители Китай. Они такие милые, что мне пришлось себя за руки держать, чтобы не начать складывать их в корзину. Я вам клянусь. Настолько интересные, аккуратно сделанные. Милые мордашки. Вот ну совершенно не за что зацепиться. Единственное, конечно, в покрытии есть небольшие косички. Но для этого у вас и руки с глазами, чтобы вы при покупке смотрели, что вы берете. Выбирайте, так скажем, поаккуратнее. Но вообще косяков мало. Для добавления фактурности на некоторых статуэтках использован фетр. Фетр и вот такие помпоны из акрила, которые действительно добавляют какую-то изюминку. Без них фигурка смотрелась бы намного скучнее. В целом мне очень понравилась эта коллекция. А вот единорог у меня вообще из головы не выходит. Не знаю, зачем он мне нужен. Но, наверное, нужен, раз я про него думаю столько времени уже. Настенные часы от Гуд Тайм. Производитель этих часов Россия. Сделаны эти часы из фанеры и часового механизма со стрелками. Размер часов 27 на 27 сантиметров. Все дизайны часов выполнены в коричнево-бежевых тонах с имитацией дерева. В этот раз часы мне показались скучноватыми. А на некоторых даже трудно понять, какие цифры вообще написаны. В общем, что-то как-то с дизайнерами у них плоховато, мне кажется. Или это только мне так кажется. Пишите в комментариях. Не хватает, может быть, какой-то изюминки. Вот в этих часах вообще в коробке не видно, что там снизу. Тоже темно-коричневые это цифры. Уже приглядываться пришлось, чтобы их разглядеть. Стоимость таких часов 199 рублей.